МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отмечают эксперты, в теме развития Арктики от разговоров переходит к делу. В частности, готовятся к принятию закона и госпрограмма о развитии арктической зоны. Аналогичные документы гуляли по коридорам власти уже 8 лет. Были разные концепции и разные наполнения, от экологии до культуры. Сейчас законопроект сосредоточен на развитии арктических территорий через опорные зоны. О том, что это даст регионам и чего, собственно, хотят сами представители арктических субъектов, расскажет Мария Владимирова. Восемь опорных зон, которые отображены в программе социально-экономического развития Арктики, определены по географическому признаку. Кольская, Архангельска, Нейнская, Воркутинская, Ямала-Нейнская, Таймыра-Труханская, Северо-Якутская и Чукотская. Целью их создания являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Каждый из них будет иметь ряд якорных проектов. И, по сути, в дальнейшем бизнес, государство, население будут планировать свою хозяйственную деятельность путем взаимного использования инфраструктуры, путем взаимного использования имеющихся преимуществ и тем самым снижая собственные расходы на реализацию технических проектов. Создание опорных зон в Арктике поддерживает и губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. По его словам, успех развития таких зон во многом зависит от качества рабочей силы, которая будет эти проекты воплощать. Эффективно развивать Арктику можно только при изменении структуры занятости. На наших нефекомостах занято порядка 8 тысяч человек. Но если кто-то считает, что это практически четверть жителя угла, то, к моему сожалению, глубоко ошибает. Из 8 тысяч человек наших ДСБ не встал. Почему? Три причины как минимум. Первая – это нежелание работать в арктоме, в сроке, в сроке. Второе – отсутствие необходимой компетенции. И третье – невысокая оплата суда. И я убежден, что компетенция – это наша новая нить. Тогда почему же я не знаю? Потому что нет персональной подготовки, нет мотивации. И ключевое здесь – уровень оплаты труда, в отличие от бюджета, условия простыть жёстче. Для реализации обозначенных инициатив на законодательном уровне необходимо отрегулировать уровень оплаты труда рабочим Арктики по аналогии с майскими указами президента для бюджетников. Также важно создавать долгосрочный прогноз востребованности рабочих специальностей, развивать технологии, позволяющие повышать компетенцию, а значит вести стандарт квалификации. Свои предложения в Арктический закон высказала и Архангельская область. Как отметил вице-губернатор Виктор Иконников, это консолидированные мнения северных регионов. Мы говорим про интеграцию усилий в соответствии с стратегией развития, но что мы имеем на сегодня, это стратегия-то не есть, но не у каждого свои. У каждой компании своя стратегия, у регионов есть, либо и не, может быть, стратегия. Поэтому хотелось бы, как пожелание, чтобы всё-таки единая стратегия, она подвелась, и регионы и бизнесы всё-таки понимали, что и как будут развиваться. Кроме того, отметил вице-губернатор, необходимо консолидации всех структур, работающих в Арктическом регионе, особенно в части создания инфраструктуры. Для этого в законе необходимо предусмотреть стимулирующие механизмы. Также необходим и мониторинг о социально-экономическом ситуации в Арктике. Социальные законы в арктических законах должны быть выделены отдельной строчкой, ведь люди – это главная опора арктического региона. Когда здесь идём о территориях, которые в Арктике находятся, в регионах, то мы должны преследовать чёткие цели, чтобы мы понимали, что мы хотим. Бизнес хочет другой. Мы, субъекты, хотим абсолютно другой. Вот я представитель коренных народов севера. Я живу там. И у меня задача, от того, что сегодня мы говорим, одна. Что где-то останется человеку, живущему там, на месте, на севере. Закон о развитии Арктики, государственную программу социально-экономического развития арктического региона, сырой называют и депутаты Государственной Думы. Поэтому представленную программу отправили на доработку. Сегодня мы ждём принятия, вернее, внесения правительством Российской Федерации закон об арктической зоне в Российской Федерации. Его затянули уже до неприличия, на мой взгляд. Более того, насколько мне известно, уже дискуссии сегодня ведутся, а нужен ли он или не нужен. Но вот те дискуссии, которые были на площадках, они говорят о том, что закон этот нужен. Нужно объединять законодательство, арктическое законодательство, в один непосредственный закон. Нужна программа по развитию Арктики. К сожалению, которую они внесли в программу правительства, она не выдержит никакой критики. Мы её вернули на доработку, приняли за основу на нашем профильном комитете. Правительство над ней сегодня работает. Даже несмотря на то, что сложнейшая финансовая ситуация в целом в Российской Федерации, безусловно, нужно изыскивать средства, федеральные средства на развитие Арктики. О необходимости скорейшего принятия закона говорят и те, кто уже реализует крупные проекты в Арктической зоне. Первый индустриальный проект по добыче руды по цинку, свинцу и серебру идёт на архипелаге «Новая земля». Работает достаточно много, но хочу сказать, чтобы вы услышали, как голос народа. Те проекты, которые внесены в государственную фрону, вы все старые собрали вместе, еще новые слышим, но только вы и нас поймете, те, кто старые. Мы уже по 10 лет реализуем проекты, по 10 лет. Поэтому чуть повыстрей, чуть повыстрей. К арктическим законам самое пристальное внимание, ведь Арктика – это естественная среда обитания более 2 миллионов человек. Поэтому в поправках, которые будут выработаны и внесены в документы, должны найти отражение запроса и чаяния людей, живущих в суровых арктических условиях. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север Архангельск». Почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета получит Нинецкий округ на строительство автодороги Наринмар-Усинск. Соответствующее соглашение с агентством «Росавтодор» подписал Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Нинецкого округа. Это полная стоимость окончания строительства 4-го участка дороги. К его строительству Наринмар-Дориум-строй приступила в конце декабря 2015 года. Речь идет о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 миллиарда рублей. В настоящий момент выполняются работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, осуществляется строительство капитального моста через реку Харьяха, производится монтаж барьерного ограждения, а также ведутся работы по заготовке и транспортировке сопутствующих инертных материалов на приобъектные склады. Еще около 64 миллионов рублей правительство России выделило Ненецкому округу на реконструкцию дороги монтажников «Угольная». Всего в 2017 году правительство распределило регионам 10 миллиардов рублей на межбюджетные трансферты. 20 субъектов получат федеральные средства на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Среди таких проектов и автодорога Наринмар-Сыктывкар. Ненецкий округ готовится к весеннему половодию. Предварительные прогнозы метеорологов не обещают сюрпризов. Уровень воды в Наринмаре не достигнет критических значений. О финансовом обеспечении мер социальной поддержки в Ненецком округе проблемах и путях решения. Круглый стол под таким названием прошел в администрации региона по инициативе руководителя фракции ЛДПР в окружном собрании депутатов Андрея Смаченкова. В 2017 году, несмотря на все трудности экономического характера, окружной бюджет остается социально ориентированным и предусматривает многочисленные выплаты, компенсацию, субсидии и другие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, отметил парламентарий. Однако сегодня, в период мобилизации всех ресурсов, средства должны расходоваться эффективно с учетом принципов адресности и нуждаемости. Всего в 2016 году было предусмотрено 147 мер социальной поддержки, 93% из них региональные. Меры социальной поддержки реализуются в рамках 18 окружных законов. В целях стабилизации социально-экономического положения в регионе органами власти с учетом обсуждения ситуации на общественных советах были предприняты следующие меры. Переход на единую социальную карту, которая, как вы знаете, начала работать с 1 апреля 2017 года. Изменения и влияние на структуру занятости. И в первую очередь на структуру занятости внести. Инвестиции в подготовку и переподготовку жителей округа. Инвестиции в самозанятость. По итогам круглого стола Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ рекомендовано усилить работу по информированности граждан о предоставляемых мерах соцподдержки и предусмотреть оказание государственной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании социального контракта. Также необходимо продолжить работу по внесению изменений в окружное законодательство в части предоставления мер социальной поддержки жителям округа с применением принципов адресности и нуждаемости. Собранию депутатов округа рекомендовано обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой по закреплению на федеральном уровне социального статуса в Дети войны. Прохождение ледохода в Нарьинмаре ожидается в третьей декаде мая, а уровни воды в столице региона будут выше, чем в прошлом году. В Нинницком округе стартовала работа по подготовке к ледоходу на реке Печора и прохождению периода весеннего паводка. Эта тема стала ключевой на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Прогноз паводковой обстановки на Печоре доложила начальник отдела гидрометеослужбы. По словам Веры Волик, более точный прогноз по паводку появится позже, когда начнет вскрываться лёд в районе посёлка Троицко-Печорска в республике Коми. Ледоход на Нарьинмаре ожидается в сроки, близкие к среднем многолетним. Это 23 мая с допустимой погрешностью плюс-минус 7 дней. Среднем многолетний уровень у нас 538 сантиметров. В этом году дают 550 сантиметров. Наиболее опасными с точки зрения нанесения материального ущерба от паводка являются населённые пункты Тошвиска, Великовисочная, Оксино, Лабожская, Макарова, Тельвиска, Куя, Андик, Красное, Осколково, частично город Нарьинмар с общим количеством населения более 4000 человек. Главам муниципалитетов предстоит провести работы по усилению и реконструкции существующих противопаводковых насыпей, привести в готовность силы и средства, привлекаемые для всех видов работ, обусловленных весенним половодьем. Параллельно с подготовкой к ледоходу в регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону. Чтобы он прошёл без чрезвычайных ситуаций, необходимо урегулировать ряд вопросов. В частности, привлечь арендаторов земельных участков, которые не входят в состав Гослесфонда к тушению пожаров. Речь идёт о пожарах в тундре. Коллеги нам с департамента природных ресурсов пояснили, что там будет их довольно проблематично к этому делу привлечь. И пока, скажем так, у нас просто это остаётся неотрегулированным. И, как вы всё знаете, работаем всегда по этому поводу с колёс. Ну, скажем так, у нас предложение такое, что, в принципе, нам надо работать и продолжать, каким-то образом на них ходить взаимопонимание по этому поводу. Естественно, максимально задействовать все силы, которые у нас есть, это и добровольцы, и по возможности противопожарные службы субъекта. Помощь в тушении лесных пожаров в регионе в случае чрезвычайных ситуаций будет оказывать Архангельский Единый лесопожарный центр. Доставку сил и средств к месту тушения пожаров в рамках заключенного контракта будет осуществлять Наринмарский авиаотряд. Он же займётся патрулированием лесов в пожароопасный период. Он объявляется в регионе в июне. По словам Александра Игнатьева, до начала пожароопасного сезона необходимо также решить вопросы, связанные с тушением пожаров на свалках твёрдых бытовых отходов в Наринмаре и посёлке Искателей. Собираясь в поездку на самоходной технике, не забудьте взять с собой документы. На территории округа проходит профилактическая операция «Снегоход». Инспекторы Гостехнадзора и ГИБДД проверяют самоходную технику. Это не только снегоходы, но и триколы, гусеничные транспортеры и тракторы. Профилактическая операция проводится в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и профилактики травматизма при эксплуатации снегоходов и других внедорожных мотосредств. Ежегодно профилактическая операция «Снегоход» проводится в марте и апреле. Это наиболее благоприятное время для проведения совместных рейдов, поскольку период характеризуется большим световым временем, менее низкой температурой воздуха и увеличением массового движения снегоходов. В этом году мероприятие «Снегоход» проводится с 20 марта по 20 апреля. Инспекторы Гостехнадзора и ГИБДД проверяют регистрацию внедорожной техники, наличие свидетельства о прохождении техосмотра и удостоверений у водителей на право управления. В отношении нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Одно из нарушений, которое выявляют инспекторы в ходе рейда – отсутствие регистрации самоходной техники. В том году мы составили порядка, если не ошибаюсь, 26 протоколов за операцию. Многое зависит от погоды. Если, скажем, погода хорошая и в выходной день выезжать в рейд, то там, конечно, много снегоходчиков, есть кого проверить. В будние дни, конечно, меньше, но тоже встречаются. Многое сейчас, конечно, следует отметить, что люди стали более организованные, много техники, которые зарегистрированы, люди проходят техосмотры, у них есть удостоверения на право управления, но встречаются и нарушители. Напомню, что зарегистрировать снегоход необходимо в течение 10 дней после его приобретения. В противном случае придется заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей. Детская школа искусств Наринмара «Кузница талантов». 17 дипломов и наград привезли в Наринмар воспитанники музыкального отделения. Юные наринмарские музыканты покорили сразу несколько городов России. Ученики детской школы искусства вернулись с трех конкурсов, которые проходили в Архангельске, Вологде и Ярославле. За полярную столицу юные дарования привезли высокие музыкальные награды. С их обладателями встретилась наша съемочная группа. Выпускник детской школы искусств Георгий Шпадарук исполняет произведение, с которым молодой человек выступал на международном конкурсе фестиваля «Открытые страницы в городе Вологда». В итоге он стал лучшим из 20 пианистов. Я этого не ожидал. Думал, будут призовые места какие-то, второе или третье, потому что были помарки в моем исполнении. Но все-таки мне присудили первое место. Я очень рад. Уровень подготовки был очень высокий. Звучал Лейст, Шопен, Рахманинов. Но у меня программа тоже была достойного уровня. Но на достигнутом юный музыкант останавливаться не собирается. В этом году молодой человек планирует поступать в музыкальный колледж, а уже потом доиграться до самого высокого уровня. Да, есть какие-то мечты выступить на большой сцене с большими признаниями. Для того, чтобы блистать на большой сцене, по словам педагога, у Егора есть все данные. Он в музыкальном плане, конечно, очень одаренный. У него и моторика, то есть техника хорошая. И он выразительно хорошо умеет играть, умеет собраться на сцене. Это очень важно. Шансы есть, конечно. Если он будет заниматься, будет стараться, то шанс велик. Но, в принципе, он уже на большой сцене играл, потому что у него за его плечами очень много конкурсов. И за границу мы ездили, и по России мы ездили. И, в принципе, практически всегда он был лауреатом. Таких же одаренных, как Егор Шподарок, учеников детской школы искусств на конкурсе «Открытые страницы» тоже отметили. Все шесть его участников и ансамбль «Северное сияние» стали лауреатами и дипломантами конкурса. Пока они играли на клавишах в сердце России, на другом ее конце, в северной части, рвали струны балалайшники и гитаристы. Один из них – Дмитрий Кустышев. На областном конкурсе исполнителей на народных инструментах в городе Архангельске Дима стал лауреатом третьей степени. Мама меня всегда повела в шесть лет, и я научилась вот так играть. Что больше всего нравится играть? Вот это. Вот испанский, который играл. Почему? Потому что он хорошо звучит. Хорошо звучали все произведения, исполненные нашими земляками на Архангельском областном конкурсе. В итоге копилка школы искусств пополнилась новыми музыкальными наградами. Дети, кроме сольной программы, участвовали еще в ансамбле. Практически все дети стали лауреатами и дипломантами. Только два человека у нас стали участниками. И ансамбль занял диплом первой степени. Обрадовались? Обрадовались. Очень сложно было. Очень жесткие условия. Очень холодно было во всех залах. Детям пришлось попотеть, помучаться чуть-чуть. Но все затраченные силы были оправданы. Всего с трех конкурсов, один из которых прошел в Ярославле, ребята привезли 17 дипломов и наград. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукейч, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова